Певец платит жене деньги за молчание о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Из-за любви к мужскому полу он вынужден скрываться от бабушки командира Эдиты Пьехи, считают в сети. Долгое одиночество после развода в 2016 году с моделью Натальей Горчаковой породило сомнение о его сексуальной ориентации у фанатов. После официального расставания пары он уехал на месяц в Дубаи с Денисом Клявером. На всех светских вечеринках он неоднократно был замечен в компании с Денисом Клявером, они распивали горячительные напитки и делали селфи вдвоем в обминку. Как отмечают поклонники, молодой и красивый парень не интересуется девушками вообще после развода с моделью. Он не был замечен ни в одной интрижке, секс-скандале и даже за руку не держал ни одну девушку рядом с собой. Зато очень близкий друг Денис и Стас сумели показать всему инстаграм, как делают гей между пальчиков. Фанаты пишут, что в сеть просочилась информация о том, что Стас оставил жену и сына ради любви с мужчиной, бывшим солистом группы «Чай вдвоем». После развода Пьеха стал затворником и лишь иногда выходил в свет, но всегда с Денисом. Он до сих пор платит за арендованную квартиру в Испании, где живет его сын, бывшая супруга и ее мама. Стас оплачивает все расходы на проживание и питание семьи и не любит говорить о причине развода. По словам бывшей жены, причиной развода стали постоянные гастроли певца по стране и бешеные расписания. Бабушка артиста, знаменитая и неповторимая Эдита Пьеха, женщина-командир не была на свадьбе уже бывших супругов и ни разу не видела правнука вживую, пишут в сети. Боязнь порицания бабушкой, внука за его нетрадиционную сексуальную ориентацию и сделала певца затворником.